Люди ищут способы быстрого обогащения и терпят неудачи. Очень показательные события последних 3-4-5 лет. Когда рынок криптовалюты начинает резко расти, огромная масса неквалифицированных инвесторов, обычных людей, устремляются в этот рынок и начинают в суете покупать. Что попало? Биткоин, литкоин, что попало под руку? Видимо, настолько жадность, алчность велика у людей, что они боятся опоздать. Так вот, и после роста рынок начинает чуть-чуть стагнировать, и в этот момент эта же масса людей устремляется обратно, в суете продавать, фиксируя огромные убытки. Я не понимаю. Но зачем продавать дешевле? Подожди, рынки вырастут обязательно. Это просто обычное, естественное явление, естественное колебание рынка. Зачем продавать, фиксируют убытки? И вот тут я вижу сопли и рыдания. Теща заболела, приставы зажали, задолжал, машину побил. Да масса, масса. Кстати, в основной массе они выдуманные причины. Просто страх. И вправду, страх и жадность правят миром. Попытка сделать быстро, это всегда плохо. Ну что, говорит? Спроси у своей жены. Если хочешь заработать на росте цен, надо сделать две вещи. Две вещи. Первое. Это запастись терпением. Определить время. Год, два, три, пять, а может даже десять лет. За какое время ты будешь покупать? И определить свои возможности. Какую сумму регулярно, ну, допустим, ежемесячно, или еженедельно, или один раз в год, какую сумму регулярно ты можешь потратить для того, чтобы покупать криптоактивы. В течение ближайших лет ты увидишь фантастический рост цены. Фантастический рост цены. И не смотри никогда на графики. Никогда не смотри на графики. И никогда не слушай никаких аналитиков. Аналитики – это самые великие лжецы на свете. Это их профессия. Никогда не отдавай деньги спекулянтам и трейдерам. 99,99% спекулянтов и трейдеров в течение одного, полутора, двух лет всегда теряют деньги, имущество и, самое страшное, авторитет. Такова статистика. И против этого не попрешь. Так вот, запастись терпением, определить свои возможности, определить период времени, в течение которого ты будешь постоянно инвестировать. Рынок криптовалют в течение 10-15 лет будет только расти. Да, колебания будут. Мы знаем точно то, что после зимы приходит всегда лето, после осени всегда зима, снова весна и лето. Это же естественно, но на колебания температуры мы же реагируем, конечно, но мы же не думаем, в середине лета вот наступит зима. Не слушай аналитиков, не отдавай деньги трейдерам. Сгенерируй приватный счет на блокчейне, эфириум, например. Скачай себе смарт-контракт, который диверсифицирует на топовые 20 видов криптовалют. Это смарт-контракт, называется WBT, например. Или смарт-контракт, то же самое, она и диверсифицирует, и дает еще защиту, финансовую защиту в случае онкологии или смерти в результате от несчастного случая. Тогда твои планы накопления в течение 5-10 лет ничто не может нарушить. И пользуйся этим. Это же мудро. Покупай и держи. Покупай и держи. Покупай и держи. Покупай и держи. Это последняя истина на любых рынках. И второе. Степ-бай-степ. 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 Шаг за шагом. Шаг за шагом. Как гималайский шаг. Как альпинист идет в гору. Вдох. Покупка. Выдох. Покупка. Вдох. Покупка. Выдох. Покупка. Не суетись. Не смотри на графики. Не отдавай свои деньги никому. Не доверяй никому. Бережно храни приватные ключи. Научись генерировать кошелек. Научись защищать свои счета. Время изменилось. Мир изменился. Изменилась. С появлением технологий блокчейн изменилась сама парадигма доверия. Не нужно доверять. Надо уметь пользоваться техникой. Если будешь соблюдать мои рекомендации, обыграешь всех трейдеров, всех аналитиков, станешь богатым, влиятельным и счастливым. Продолжение следует...